Мальчишки и девчонки, папа-папарам-пам-пам, а также их родители, пара-пара-папам. Немного крутой дотки, пара-пара-папам, увидеть не хотите ли? Немного крутой дотки канал покажет наш, немного крутой дотки, а дальше я нихрена не придумал. Всем привет, с вами Old School, как обычно, последние все дни в 19.00. Опять один, к сожалению, на таком интересном, важном матче. Играют у нас Челики и Пауэрплей. Две, на мой взгляд, очень сильные команды. На данный момент Челики сыграли 6 игр, 5 из которых выиграли, и только одну проиграли, и то в упорной борьбе. Пауэрплей сыграли поменьше, сыграли две игры, но обе выиграли, показали уверенную игру. Ну, однозначно, вопросов не возникало, какой матч комментиц. Потому что я думаю, что сегодня будет заруба, не на жизнь, а на смерть. Так, сразу проверяю, идет ли трансляция. Все, на Твиче все идет. Все идет хорошо. К сожалению, чат Твича я читать не смогу, потому что, опять же, я один, у меня второй моник не работает. Может быть, я в процессе игры где-то свернусь, но у меня не будет дополнительной инфы где-то, чтобы что-то сказать. Ну, в смысле, если вы там что-то будете писать. Разве что между играми. Почитаю, а потом отвечу. Так, значит, какие у нас были баны, уже даже пики начались. Челики забанили достаточно дефолтного Тайда и Войда. Очень популярные баны. Пауэрплей убрали Сайленсера и Брюмастера. Ну, Брюмастер тоже популярный бан, Сайленсер. Ну, у них просто, видимо, какая-то задумка. Не хотят Сайленсера, который, может быть, будет что-то им ломать. И пики начали все саппортов. Пауэрплей первым пиком ВД забрали. И ответили им Челики, Вингой и Эншин Топоришином. Винга и Эншин Топоришин страшнейшая связка суппортов, которые могут гангать, унижать и устраивать просто адскую-адскую грязь. Вот. ВД, ну, смотря в связке с кем, мне кажется, он будет, конечно, послабее. Имеет ганг потенциал именно как... Да, в принципе, имеет меньше ганг потенциал, нежели оба этих суппорта. Ну, зависит, конечно, от связки. Да и саппорты не всегда бегают, именно занимаются гангами. То есть у него другие свои плюсы, которых нету в Ингии у АА. Так. Так, все работает. И Кристалмейдом. Ух ты. Что-то какая-то задумочка. Определенно, потому что ЦМ-очку я еще на этом турнире не видел. Ни разу, нигде и ни у кого. Вот. И, видимо, вот почему банили сразу PowerPlay Silencer. Потому что оба героя с ченнелинг-кастами, ультами, которые... Блин, а уешь жутко страшные ульты, которые... Не хотелось бы, чтобы конкрились через Global. Интересно, что там... То есть, мне кажется, что челики что-то более-менее дефолтное сделал, то у PowerPlay уже вот эта ЦМ-ка показывает, что это может быть что-то необычное. Ну, может, они просто на этой ЦМ-ке исполняют божественно. Так, если не сложно, кто-то смотрит стрим. Я сейчас пока во время пиков еще могу альтабоц почитать. Напишите, пожалуйста, нормально ли меня слышно там. Да, нормально, там, тише, громче, чтобы я знал. Я еще там... То есть, там задержка минуты две. Я альтабоц прочитаю, потому что потом уже в процессе я ничего не смогу поправить. Так, и дальше баны. Челики-человечки убрали брудку. И ушел у нас в бан Storm Spirit. Летун. Ну, вот определенно, PowerPlay не хотят, чтобы до их саппортов люди добирались. То есть, это Брюмастер, который как раз-таки врывается с Даггера, контрит одного иолами второго, камнем по голове. Это Storm Spirit, который тоже, им пофиг, где ты находишься, он может на тебя прилететь. И Сайленс разглобал Сайленсом. То есть, именно у них какая-то определенная задумка. Также у нас Умник и Вайпер отлетели в баны. И быстрые достаточно пики Тролль Варлорд, Инвокер, Найт Сталкер. Ну что, у Челиков пик направлен на раннюю агрессию. Не пуш, именно, а агрессию. То есть, Винга АА это очень хорошо гангающие персонажи. Найт Сталкер, это великолепно гангающий персонаж при получении определенного левела. Просто, мне кажется, их задумка это бегать просто по всей карте и убивать все подряд. А Пауэрплей еще добирают себя акцию. То есть, мы видим здесь жесточайший именно прокаст. Причем, АУЕ прокаст в лице ВВД, Кристалл Мейдена, Инвокера. И АКС, такой танк фиксирующий, который будет впереди. Но это, скорее всего, конечно, будет оффлейн АКС. Хотя они могут просто пойти триплой какой-то АКС, ЦМ, ВВД и тоже устраивать просто грязь. Потому что после касок будет еще нового, будет агро такса. И далеко ты не убежишь. Остались последние два пика. Убирается Мортротка челиками. Ну, вполне, вполне Мортротка могла здесь заезжать. Если АКС оставить в Хардлейн. Причем, даже можно было составить трипруф Хардлейн. А Мортротка, как ни крути, она даже в Азилейне натерпит себе и дагерочками. И Думу убрали в Пауэрплей, чтобы дядя Дум не затыкал этих персонажей, у которых у каждого, блин, по четыре с пыла. Ну, инвоки, а чуть-чуть, самую малость больше. Который вырубит просто одного этого прокастера жуткого с одного с пыла. Последним пиком Лина хотят, ребята, видимо, закидывать ульт АА в кого-то. И потом просто Алина дает Лагуну Блейд, и товарищ отправляется в Волгалу. Интересно достаточно. И Пауэрплей, Пауэрплей чем ответить? Так, отписали, что так. Слышно норм, все, хорошо слышно. Пошел за попкорном. Пивас уже взял. Всем спасибо. Все откликнулись на мою просьбу. Ну, зато теперь я уверен, что меня слышно хорошо. Так, ну что, призадумались Пауэрплей над последним пиком. Что ж тут может заехать-то? Нужен им хардкерри какой-то. Кто это может быть? Вариантов у нас еще достаточно много. Хардкерри, который желательно не контактный. Потому что контактному хардкерри... Скажем так, много сплов таких средней дальности, которым... А, все-таки контактный хардкерри. А, не совсем я еще до конца разбираюсь в доте. ББ. Это ББ, который тоже будет ходить и просто вытанковывать этот весь урон, наплевывать своими соплями, своими иглами по всем этим... По всем челикам. Блин, интересный, хороший пик у обоих коллективов. У одних ребят пик более агрессивный у челиков. Более, может быть, сивовый, но более направленный на какой-то масс-файт. У пауэрплеев посмотрим, чья страта окажется более сильной. Представлю игроков по никам. First, первый же он играет на Бристаллбэге. MiddleDaddy играет на Аксе. Кузьма Вичдоктор. Босс ЦМка. И HHH на инвокере. Простенькие ники, достаточно читабельные. Так. Suicide Year. Год суицида, если я правильно понимаю. Ну, я, наверное, его буду называть суицид. Просто на тролле. Law for Death. Инвокер. Don't worry, bro. I'm... I'm... Ты где? Don't worry, bro. Кто ты? I'm weak. Support Virgil Spirit. Эв. Как-то почитается правильно. Эйв. Эв. Слабоватый в английском. Баланар. Он же Night Stalker. И Уруру на линии. Так. Ну что? Что делают команды? Powerplay решают идти сразу, видимо, в чужой лес. Так. Смог, 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 смог. Смог есть. Сейчас заюзают. Что у них на первом левеле? Есть каски. Здесь ничего. Акс, если подбежит за агрю. Туценки. Отличная новая есть. Этот товарищ может иглами наплевать очень сильно в самом начале. В принципе, есть чем драться на первом левеле. Здесь ребятишки ждут. Ну, они далеко решили не идти. Они втроем ждут здесь на ХГ. Чуть-чуть они с ХГ увидят первые соперника и отойдут. Лина уже готова стопить. Так. Это что, будет Соло Метлина, что ли? Наверное. Так. Соло Метлина. Да. Это будет Соло Метлина. Которая получит быструю лагуну Блэйд. И под ульта парика потом будет просто всех ангилер. Так. Вот навстречу она видит первый тролль Варлорд. Видит. Не зря он на ХГ-шке стоял. Включает он ближнюю форму. Он начнет убегать. Акси его агрит. Ну все, друг. Ты никуда не уйдешь. Как-то цепанули в углу. Не успел он замансить. Закрыться за дерево. И выходит, что мув пауэрплеев вышел плюсовый. Ох, Винга. Ты бегаешь. Сейчас, ну как. Гу. 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 Гу-2. Не, ну никуда. Ничего так не будет. Вот. И все-таки проявили раннюю агрессию именно пауэрплеи. Что им окупилось. Так, что мы видим? ЦМС и ВД смещаются у нас на верхний лейн. Где у нас кто? Так, Акси потихонечку побежал фармить в изи лейн. И ББ, куда ты пойдешь, друг? Что ты тут делаешь? Ну я так понимаю, он должен идти в хардлейн, наверное. Наверное, да. Да. На, ну пошел он в хардлейн. Значит, он слайны будет выглядеть следующим образом. Вич Доктор, ЦМ-ка и Бристлбек от пауэрплеев на топ-лейне. Опа. Да, друг, а не сильно-то ты борзеешь, а? Холодный. Готов. 1-1. Ну это была просто уже борзость. Не имея вижена, вот тут вот. Одному без поддержки тиммейтов. То есть потому что ББ еще не подошел. ЦМ-ка далековато была. ЦМ-ка, ну, с колбой. И одного только может подстанет там на полторы секунды. Это была борзость от ВД. Так, и значит, трипла у Челиков против той трипла, которую я назвал, выглядит следующим образом. Тролль Варлорд, Винга и Энштапаришен. Эти три товарища лица крошат, будь здоров. Но они крошат, скажем так, Соло Таргет. Соло Таргет они просто испепеляют. Идет болт. Тролль Варлот тоже замедляет. По Соло Таргету бьет. Но это все фигня, потому что под Челлинг Тачем просто троим рейнджовым персонажем достаточно будет просто одного болта, чтобы по одной пайке скинуться и убить. Инвокер против Лины стоят мид. Причем мы видим, что Лина очень даже неплохо перекресивает здесь инвокера. И, значит, ботом лейн Акс против Найт Сталкера. И, кстати, Найт Сталкер у нас линию Акса выигрывает 9-5. Добрый вечер, буду краток. Нормально, нормально. Так, начинают, в общем, Челики фармить гораздо лучше. Ну, это пока 2 минуты. Конечно, ничего критического нет. Но мы видим уже просто трех персонажей Челликов в топе. Для меня удивление, что Баланар так круто перекресивает Акса. Акс-5-1, Баланар-11-6. Как-то странно, странно для меня это. Инвокер квас экзортовский. Так, вот так, что тут у нас? Постоянно надо смотреть на топ, потому что тут в любой момент просто венга выждет момент, кинет болта и все. И там товарищ, наверное, приплыл. Вот он болт, там товарищ, наверное, приплыл. Все. Все-таки я что-то шарю в доте. Не зря я сюда смотрел. На самом деле, она кинула болт. В принципе, они... По-моему, Энштопаришин ни разу не успел ударить. Он как-то кинул Челентачи, потом стоял чуть-чуть дальше. Может, он там один удар успел нанести. Ну, не сразу. После болта под Челентачем дал тычку тролль и венга. Плюс, ну, венга кинула в террор. И ББ, причем, ну, ББ, что-нибудь, пожирный. Он отвалился. И мне кажется, что эта вещь будет еще тут продолжаться. Так, что здесь? Бала-бала-баланар куда-то. А, вот побежал он за ботл. Принес на себя ботл. Кстати, баланар, пятый левел, берет инвиз. Говмит на инвокера. Говмит на инвокера. Давай-давай-давай-давай. Бала-баланар, где Лина? Где Лина? Лина здесь. Лина, спокойненько, не палимся, не палимся. Так, ладно. Давайте посмотрим, чем здесь закончится. Ну, все. Наверное, прибыл, товарищ. Инвокеры принимают. А здесь, тем временем, с ЦМ-кой сделали... Ну, все было, видимо, по тому же сценарию. Мы видим, что висит Челентач. Значит, так оно и было. Да. Челентач спичем максится второго левела. Вейф оф террор максится. Там еще под минус армором. А там просто... Вот, каждый по одному удару. И все. Счет становится 4-1. А Бристл, кстати, после этой драки. Еще там ЦМ какой-то, как выжила. А он еле-еле ушел домой. Мне кажется, в самую пору оставлять здесь какого-нибудь ВД. Просто саранчей получать фарм. И Бристлу куда-нибудь смещаться в леса. И фиг его знает. Потому что все, ему здесь уже все, смерть. Ребят, не совершайте прошивки. Не продолжайте фидить, пожалуйста. Вы уже не убьете эту триплу. Уже вы ей ничего не сделаете. Там оверлевел. По левелам посмотрим. Бристл, левел 2. Ой, стоп. Что я смотрю? Уровень героя. Бристлбэк. Левел 3. ВД и ЦМ. Ну, то есть, собственно, третий левел. В том же время, как здесь 4-4-3. Добито, вот не то. Так, здесь ничего. Баш, пошел домой, урну имеет. Так, причем 4-4, полненьких 4, здесь полных 4. Так, Блонар покупает у нас уже урну, имеет левел 6. Все, он сейчас пойдет бегать. Он сейчас, вот эти крипы, наверное, умрут. Он портанется сюда. Забежит в спину. Вот, вот. Вот он портуется. Сейчас обежит. Здесь, кстати, раздевардил энштаперишны мы видели. Ну, ну, ну что. А, ну тут крипов нет. Вот, Элина. Боже мой. Сколько времени жила ЦМочка. Ну, все, Бристалл тоже приплыл. Не пожалели на него лагуны. Минус 2, минус 3. И инвокер тоже никуда не уйдет. У него инвиза нету. Просто минус 4. Ранняя агрессия челиков дает о себе знать. Они получают уже преимущество в 3 куска. И это 6-ая минута, ребят. Оставили спокойненько акса на фрифайме. А что там акса? Вот транквилы он имеет. Колечко еще купил. Нахридать? А после транквилы еще кольцо регена. Я бы этому другу задал вопрос этот. То есть ты одно кольцо в транквилы загнал. И еще купил себе кольцо. Ой. Аннигиляция. Если вы не видели, как выглядит Аннигиляция, она выглядит примерно так. Хочу акс. Сленданк. И побежал агрик. Опа. Раз. Сленданк. Вот акс. Сейчас очень даже нихреново. По 305 и 365 голды поднял. Сразу ее 1800. Я на него смотрел. Буквально недавно у него там 1000 была. Приближается к даггеру. Ну, конечно, он дал сдачи. В любом случае, сейчас преимущество большое у челиков. То есть... Так. Существует акс, по-моему, сейчас буду мстить. Мстя их будет страшно. Потому что тролль варлорд злой. Ну, акс, сейчас почуял, отбежал. Вот. То есть мы видим, что Алина фармит лучше всех. Потом идет акс, которого просто оставили на фрифарме. Мол, получает друг ты свой даггер. А мы пока будем твоих тиммейтов резать. И дальше, опять же, идет тролль варлорд. Вот они уже вдвоем сместились на топ-1 по фарму. Что, кстати, странно. Потому что акс стоял, собственно, соло лейн. Опа. Что Бристалл 3-го левела? Да он ему просто с одного удара там снес полстолба. Нормальный, нормальный баланар такой. Залетел под токер, убил Бристалла. Ну, ясно же, баланар восьмого левела. Ну, был седьмого. Бристалл левел 3. Нет, он был, наверное, восьмого уже. Да, он ночь включал. Был он восьмого. Ну, атакс, покупает даггер. Посмотрим, что это изменит. Будут ли сейчас какие-то смок-вылазки и атаки в исполнении пауэрплей. Именно надо этот даггер реализовать. Я думаю, челики должны догадываться. Неглупые ребята, что там как раз, тем более после того дабл-кила, должен появиться уже даггер. Пошел на вот это. Ну, тоже. О, хорошо ребята играют. Молодцы. Два сэфтп сразу. И баланар зоаглили. Сонстрайк. Сонстрайк попадает. Вд без касок. И будет колба. Есть. Вот, наказывают баланара. 322 голды. Ну, 322 ахс только получает. Итого получают 322 голды. И штуку экспы. Вот, вот такими вещами... Таким образом можно давать сдачи. Тотовер упал. Пух. Что хотелось бы сказать. Дядя баланар. Кочнит и в разок... Опа. Сонстрайк. Сонстрайк. Вон он. Опа-на. А даггер-то реализовывает. А это была, если что, соло митлина. Которая имела топовый крипстат и лео. О, 559 бабла заработали. А, молодцы, Powerplay. Начинают давать сдачи. Так вот, дядя Night Stalker. Дядя НС. Кочнит и Сайленс в единичку. Если бы он тогда качнул здесь Сайленс в единичку, ВД откинулся касками здесь у него. Я думаю, что он мог бы пойти до конца и добить ВД. Но не смог. Потому что не качал. Потому что жадный. Так, минуту назад упала курица. У Powerplay был какой-то замес. Я не успел об этом сказать. Ну вот мы видим Бристлбека. Как бы керри команды Powerplay. Который имеет 4-й левел. И стат 0-4. Сомнительный керри, я бы сказал. В то время как тролль Варлорд. Керри оппонента. Имеет стат, ну, 3-2. Тоже 2 раза умирал. Но как-то у него... Его запак смотрится немножко поприятнее. У него уже, считайте, Яша, фазы... Вот она, Яша, фазы Морбит Маска. И он тут стоит и ни в чем не отказывает. Спокойно фармит. Лина вернулась. Что ты вдруг себя будешь фармить? Ничего ты пока не фармишь. Да что такое? Где? Где? О, здесь. Акс просто неудержим. Ну, Баланар врывается, но уходит от него Акс. Не, все. А вот, Кинвокер. Добрый вечер. Дядя Тролль Варлорд. Еще кого догонит, не догонит. Че это с Даггером? Даггри. Есть, нет. Не смог, не смог заагрить. Ну, знаете, пауэрплей начинают просто после ужасного начала 1-8. О, тысяча, тысяча голды просто. Добивает Лина все-таки после Лагуна Блэйда Вичдоктора. Хороший стан от Лины. Он двоих станом зацепил. Уже минус 3. Да что, куда вылезет, ребята? Санстрайк, санстрайк. О, санстрайком хорошо добивает на сталкера Инвокер. И не уходит. Я только хотел сказать, что он уходит, но он не уходит. Минус 5. Пятеро в одного. Винга, винга. Живи, живи. Выжила. Показать в итоге боя. Пятеро в одного. Там было пятеро в двух. Ну, там что-то не засчитало. Или мне показалось, что винга мертвая. Наверное, показалось. 2000 бабла сразу возвращают себе челики. И по XP вообще очень даже нифигово отрываются. Самое время, наверное, глянуть графики на 12-ю минуту. 5000 денег, 4000 XP. Ну, агрессия однозначно от челиков. Агрессия оправдывает себя. Причем они включили 4 плюс 1. Тролль спокойненько фармит. Да, мы знаем, что тролль делает в Лейте. Тролль... А так, что тут у нас что-то? Сталкер просто пугает всех просто своим присутствием. Ну, Алина Эула купила. То есть, тролль Варвард, это, конечно, не спектра какая-то, но соло-таргет он режет. Может быть, даже покруче. Спектр и АЭМа вместе взятых. Как любого хардкере зарубает на корню. Умер у нас опять баланар. Так, тут торнадо полетел. Что тут было? А, Лина врывалась. Успеваю за всем следить. Так, что дядя себе? Худ. Ну, если он положит пайп, это будет, в принципе, решением неплохим. Но как? Это сейф от Лины прежде всего. Но не стоит забывать, что все-таки ульта накрывает. Все-таки ты можешь съесть просто часть урона, ну, точнее, весь урон от него пайпом. Кого-то от Лины подсейвить. Ну, и по мелочи там. Воид. Ну, болт это я, в общем, расчет не беру. Ну, прежде всего от Лины. Но сомнительно, конечно. Мне кажется, все-таки Аксу нужно было... Здесь не настолько огромный магический прокаст от пятерых персонажей. Мне кажется, можно было бы начать с Блэйдмейла. Ну, хотя пайп, это ж не лотар. Это тоже неплохое решение. Так, давайте по артефактам, по левелам пройдемся. Пока здесь так, здесь... А, вот, стычка пошла. А, ага, стычка. Что-то не похоже на стычку немного. Тролль пошел пешком от него. Собирает тролль Сашу Яшу. Да нет, друг, не догонишь ты тролля с Яшей. Ну-ка, Лина поднимает в Элла, станом промахнулась после Элла. Пошел отличный метеор! У-у-у-у! Инвокер, угадает, не угадает? Инвокер! А, Лина развела! Как Лина здесь развела? Ну, тролль понятно. Там он ничего сверхъестественного. Он просто Яша, ФЗ. Плюс, не забываем, что Берсекер's Range дает бонусный мувспид. Просто побежал и на ноге забрал ББ. А вот здесь вот Лина. Я уже думал, она холодная. Она замансила, спряталась. Забегал сюда у нас инвокер. Лина дала стан, хорошенько поймала. Стан, Лагуна Блейд, Драгон Суэйв и просто убила. Без каких-либо проблем. О, как она наворачивает! Как она наворачивает! Еще, смотрите, сейвится. Сейвится. Она засейвилась. И никуда она не хочет. Это уже наглость. Он захотел... Он разменял... Ну, зачем себя разменивать? Блин. Ядрё на вошь, ты... Зараза. Но она не стоит того. Я понимаю, что ребятам хочется там... Чего-то. Ты имеешь топлив. Хочется сделать скилл, но... Так, отдавать сэкспу голду противнику. Ты столько не зарабатываешь, не зарабатываешь, сколько отдаешь. Полетел ульт иншн, париж и на куда-то куда-куда куда-куда. Эсценка уже имеет Фриденфилд. Может устраивать новогодние вечеринки. О, дядя ББ. Ага. Добрый вечер. Буду краток. Что-то его сильно насилуют. Хорошо сыграла. Так, я хотел поройтись по артефактам. Бристлбэк, бедолага. Купил Виталити Бустер, ПТ. Не, ну, хотите, уже хоть что-то у него есть. Кстати, параллельно вручу врублю над ворс. Ой, текущая зуба там рубил, блин. Ааа, общая ценность, вот, конечно же. Так, ББА. ББ, ББА. Имеет 3700 натворца. Слабенький, херенький ББА. Но не дает ему жизни, конечно, на лайне его аннигилировали. Виталити Бустер и ПТ имеет у нас. Акс, Даггер, Пайп, выходит в худ. Тут свапнули Акса. Ой, пытаются убить, ну, не то, чтобы хороший, неплохой ульта Парышина. Неплохой кирпич. И погнали за Бристлом. Бристлом Бэк, очередная смерть. ЦМ хотел, наверное, в кастовательство кастовало, но тролль быстро ей объяснил. Просто изничтожил ее. Умирает здесь также ВД. И погонится, инвокера, догонится, догонится. Под сальницом находится. Он ничего не может кастануть. А, на нем еще просветка висит. Четыре в одного. Сейчас откроются итоги боя. Открываются итоги боя. Итоги боя открываются. Бруки превращаются в элегантные шорты. Ни хрена они не открываются. Ладно, так. Акс, я понял, зачем он покупал тогда кольцо. Он просто, значит, готовился заранее к пайпу. Вот, и в принципе, до пайпа ему остался свиток. ВД имеет аркан тапки. ЦМК имеет транквилы. Ну, вард стикер, по мелочи. Такая саппорт еще ЦМК. Что-то Сай разбил. Ничего необычного. Чего он разбил, как он знает. Так, и форстав имеет форстав фазы, имеет инвокер. Тролль варлот забирает Рошана. Тролль варлорд у нас имеет... Не понял, где твоя снижаша? Тролль. Лол, у него была Яша. Это что за прикол? А, Сай разбил. Вот это, о чем они пишут. А как так вышло? То есть, тролль где-то выложил снижашу, ее разбили или шли... Или... Что за фигня вообще происходит? Что это вообще за грязь? Ну, стролль выбивает Аегис. Насколько я помню, Сай это игрок как раз-таки челиков. И если я правильно понял... А я, наверное, их правильно понял. Ребята... Так, ладно, давайте посмотрим, чем-то закончится. Ну, венгач пошла на верную смерть и отдала себя просто так. Не смогли они добрать Акса. Лина убивает СМ-ку и далеко она никуда не уйдет. Сландан... А, Сландан не было маны. Кстати, Пайп уже купил Акс. Сай разбил. Ну, ясно, короче, это самое. Так, ну, тут холодный уже аппарат. Тролль выложил где-то с НЧА, а его тиммейт, походу, по приколу просто разбил эту СНЧА. Наверное, так. Я не вижу другого объяснения. У нас общая ценность тролля сразу снизилась. Он был топ-1 по ценности. И вот вы видите, что происходит. Да, ну... Ладно. Апаришн имеет пол Аганима и 11-й левел. Страшный Апаришн. Винга Аркантапки, наверное, потихонечку в Мекку будет выходить. Почти Аганим нафармил себя Бристлбэк. И Лина имеет ПТ, Эулы и Бустер. 7000 голды и КСП примерно и того, и того. Ух, инвокер какой жесткий, он ворвался. Только, вообще, за этот врыв он покарают. О, хочу смотреть, какой десвар. Там был неплохой Новый Год, но все равно. Тут 2-2 образ менялись. Лина, ну, Лина пока живет, но я сейчас доберут. Три в три поменялись, ребята. Это вроде начали с неплохого ульта. А, ну... Тут было жесткое рубилово. По итогу у нас умерли 2 саппорта и Суламидер. Опа. У Powerplay'ов, видим, что замес был в пользу Powerplay'ов по Галде и по Экспиа. И вовлейнер, Суламидер и саппорт умирают у Челиков. Так. Кримсон Гвард есть уже у Бресла. Ну, так ребята-то остановились в свой провал Powerplay'ы. Ну, кто знает, была патруля с NGR, я не знаю, что там происходит у них в чате, и что вообще они делают. Специально, они случайно это сделали. Ну, это пускай их на их совести будет. Можно будет потом посмотреть в реплеи, что ли. Я у них спрошу обязательно, кто там что разбил на этом самом... На следующей игре расскажу. Так, ну что, на Исталкер купился Аганим. Сейчас-то дядя будет видеть просто всё и везде. Акс докупил Пайп и докупил возвраточку себе. Вот, когда Акс там рубит капусту. 9-2 у Акса. Очень хороший Кэда. Ну, отдают, его там подставились. Ну, есть, с другой стороны, Лиддл, который вообще 14-2 или 14-3, там что ли? 14-4. Которая тоже купила Аганим. Боже мой. Так, давайте считать. 950 дэмэджа. Хотя там Пайп. Вот там проблема в Пайпе. 950 дэмэджа. Здесь 977 хп, здесь 758. От ЦМки хватит просто Драгонслейва плюс Лагуна Блейды. Это просто. Шла ЦМка и нет ЦМки. Если... Так, секунду, я напишу. Так. Так, просят паузу. Пауза у нас разрешена. Вылетает, видим, Винга. Вот из-за чего пауза. Что-то не Саша, не Саша. О, как раз в этой паузе я сейчас спрошу у ребят, что с Санчаши произошло. Так, ну все, нормально. Винга просто отвалилась буквально на секундочку. Жалко, наверное, ребята не успеют нам сейчас ответить на этот вопрос. Так, и видим, что готовится за место. Быстренько влияют на инвокер. А просветочки-то нету. И... Да, поняли, что вырыв был не очень удачный. Отошли. Так, ну это тетя Лина сейчас будет шваркать просто Лагуна Блейдом. Ребята, наверное, по этому БКВшке. Ой, какой сейчас может быть... Почти хороший ульт. Ну вот, с Лагуна Блейда просто Лина разбирает Вич Доктора. Мог быть хороший, отличный даже ульт от Паришина, но он не вышел. Кстати, аганима у него еще нету. Под Пайпом, под Кримсон Гвардом врывается Бристл Бек и просто сжирает... Ожирает Найт Сталкера. И Новый Год. Какой хороший Новый Год. Какой чудесный Новый Год. Это был замечательный Новый Год. СМ-ка простояла и прокастовала его реально вот полностью, наверное, все 7 секунд. Единственное, что закончится это... Как? Ну, закончится у нас 3 в 4, 3 в... Ой, 3 в 4 или 3 в 5. Блокер летит, бежит. Вот на него поморгались. Испалили, и добивает вейв террором просто. Максимум вейв террор, там, пьюр дэмэдж добивает. Так, показать сток боя. А тут, блин, фигня вообще. Все-всех поубивали. Немножко больше левела и денег у челиков, но пятерых приняли. Челики же пятерых и приняли. То есть тут разница в 1000 голды немножко в опыте. Ни хрена толкового не было в этом замесе. А, немножко отпушивает крипов. Так, мне, кстати, там не ответили ничего. Да. Пишут, что по статистике каждый третий подрос, наверное. Ну, в смысле, вырос. Так, Винга кладет Миказмик. Это хорошо. Так, так вот, не хватило немножко какой-то критической массе пауэрплеем, потому что Винга стояла вплотную к троллю, и пока тролль вгрыз, там, кого-то бил, она полностью прокастовала просто свой ульт. Опа, Винга встречает у нас СМ-очку. И кто кого. Или просто разойдутся. Я свапает, она дерется с ней. Что-то, кто ничего, никто не пойдет вообще, что ли. Все так спокойно встретились. Рядом ребята в миде формят, но, таки думают, сначала доформим крепочков, потом пойдем добирать товарищей. Так, тролляка. А, нет, уже не сбили. Мне показалось, что он под инвизом. Инвокер, барабашки, фэзы, стафффизер драй, это, наверное, для некрачей поздновато. Это, наверное, эул будет. Есть кого подымать, да. Можно и сейвиться, и кого-то как раз таки подымать. Тролля выводить из боя, или найт сталкера, который без БКБ. Тролль тарит БКБ. Хороший выбор. Чух. Но по-двоему. Баба. Шварк, что у тебя? Да, Аганима осталась. Аганим считаем есть. Ох тышь, как хорошо, Акс ворвался. Лина прыгнула, хотела... Ну, она все-таки шваркнула эту ЦМ. Но Лина, извините, меня топ-1 по Нетворцу, и там левел имеет максимальный. Хотела быстренько через проказ забрать кого-нибудь там ЦМ-ку, и она бы это сделала без каких-либо проблем вообще. Но Акс ни хрена не дала это сделать. Прыгнул, закрыл и убил. Так, набирают артефактов ребята из PowerPlay. Полностью они тут выбрались. Все, давным-давно графики остановились. Там 6 тысяч на 25-й минуте. Это все фигня. Ровная игра. И набрали они хороших каких-то как раз таки артефактов. У них есть Crimson Guard, Pipe. У них сейчас будет две возвратки. То есть у них как раз таки на данный момент ребята набрали жира для того, чтобы вытанковывать, выдерживать первый проказ от Челиков. Я имею в виду Акса с Брестлом, которые будут реально выдерживать этот проказ. Вот. Все, Pipe Crimson Guard. Здравствуйте. Накрывают венгул. А кинул ульт. Ну это так, мелочи вообще жизни. А тролль спокойненько тем временем фармит. У меня... А вот нет, все-таки он возвращается. О, ББ забрали. Вот это агр. Это был шикарный агр от Акса. Он прыгнул в троих сейчас. Он прыгнул в троих, поставился Death Ward, и Death Ward напихал... Не скажу что и не скажу куда, но Death Ward напихал много дэмэджа. По челикам. Но по итогу все равно вышло три трифтера. Инвокер... Да, все, просветки нету. Инвокер... Блин, не устал нажать ей Тоби Боя. Инвокер ушел. Ну, Акс, красавчик. Просто ворвался в троих. Соло в троих. Что-то так и не отписаешь. Шасси и произошло. Инвокер, Белтовген Стрэндж, это все-таки не крочи. А нахренается, друг, не крочи? Ты их соберешь, блин, на 35-й минуте, в лучшем случае, третий не крочи. И такие уж не полезные будут. Мне кажется, можно было идти через Эл, через Хекс, что-то. Что-нибудь такое. Ну, хотя, Аш-Аш-Аш, виднее. А, зашел трой спокойненько. Рошан Аформид. Кому-кому троллю этого Арашана Аформид. Вообще, как ли, забьет. С пулемета наворачивает. А вот первые не крочи появились уже у инвокера. И Лотар себя приносит Лида. С Лотаром хочет врываться и с руки нарезать просто. Не, ну, в принципе, он с Лотаром уходить. Нету ни одного инвиза, само собой там даст, там какие-то просветок не будет. Сможет где-то ворваться хорошо в драку, где-то наоборот убежать из этой драки. Ну, здесь полаганима, кстати, уже у ВД есть. Даже, ну, как, пол, у него еще 700 монет на руках. Поднимают инвокера. Все, четкий прокаст минус инвокер вообще безапелляционно. И, ребята, бегите отсюда, бегите. Глупцы, бегите. Все, по-моему, да. По-моему, товарищ жил недолго. Чуть-чуть по нему швакнули. Да, у нее две трети хп там у Акса было. Швакнула Лина. Добивают одного, второго, третьего, четвертого. Я не понимаю, как это произошло. Ну, потеряли в инвокер. Ладно, здесь Аксы цепанули. Но сюда зашел ВД просто. Оба, он, наверное, подсырить хотел кого-то. И ЦМ-ка. Ну, ВД просто не убежал пешком, а ЦМ-ка подошла и отдалась. Ну, на хрена? На хрена. Преимущество сейчас немножко увеличили, особенно по экспе. Челики. Так, а тут? А тут тролль добивает. Не попадает сюда ультом, конечно. А, ну, он старался. И тролль, несмотря на то, что ему разбили Сию, выходит на третье место панатворца, имеют, в принципе, неплохие артефакты. А представляете, чтобы было, если бы у него была эта Сия, и чтобы он, оп, свапает Брисла, Бриснул, добрый вечер. Вот так вот. Лина просто не прощает. Лина с Аганимом, это... это жесть. Ой, как же тут. Метеор хорошо прошелся, но... кроме него нужно еще что-то кидать, чтобы убивать. Но Лину все-таки добивают. Кстати, получают за нее, снимают стрик, за нее 620 бабулесов получают. Пацаны. 620 бабосиков. Бриснул, кстати, был после Санстрайк, Санстрайк, куда Санстрайк полетел куда-то. Слышал, я слышал его. Бриснул Бэк вылез после Бэйбэка. Капитально он опустился после этих двух смертей. Ну, у него Кримсон Гвард и возвратка есть, то есть определенные артефакты он набрал. Но если он не будет поднимать себе артефакты, его актуальность вообще теряется с каждой минутой тут. Дальше он бесполезнее, бесполезнее. Без артефактов. Если у него там сверху какая-то Кираса была, что-то такое. Это я понимаю. Бриснул. А без этих артефактов он слабее. Ох! Вот хороший ульт. Залетает. А, 14-го, почти 15-го. Он как получит 16-го. Он просто всех убьет. Кирасу кладет у нас в Night Stalker. И она у него появится через тысячу голды. Тоже хороший артефакт, командный такой. Вот СМК, хоть Форст Аффикс, я предпела. Кстати, наверное, еще раз пройдусь пока тут особо ничего. Не, о! Я альтабность чатики, может, что написали. Так, так. Убивал Рошана выложил не тот слот. Скорее всего, через атаку попал по Саше Яше вместо Рошана Акуху. 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 Ну, вот тут пояснили мне немножко в чате. Ну, скорее всего, что произошло, что... Так, не, по-моему, это дописали для того, как добили Рошана, если я не ошибаюсь. По-моему, они шли к Рошану еще и написали, что ее разбили, а потом они добрали Рошана. Я вот в любом случае будет выложен. Единственное... Блин, не сегодня будет выложен. Я у ребят спрошу, я позвоню. Ну, была Лида тут, если вы правильно поняли. Полетел хороший ульт от аппарата, хороший камень в ответ, но к ульту аппарата нужно что-то добрать сюда, правильно? Аегис быстро теряет тролль. Бристлбек пошел наворачивать двум саппортом. Тролль завстает, включает БКБ, начинает разваливать кабинеты. Я туда не смотрю, что там делает тролль. Здесь, в общем-то, всех разобрали. Минус 4. Да, здесь понятно, это холодный. А Бристлбек, он догнал... Никого он там не догнал. Остается он один в живых. И все, от тролля уже никто не уйдет. Минус 5. Свирепствует у нас уже год суицида. Ну, не такая же большая разница в голде, кстати, потому что здесь стрики уже у челиков. Там незакон снимать стрики. По экспе получили хороший буст челики. Разбил Сашуяшу, выиграл игру. О, что пишет Лина. Ну, в общем, я у ребят спрошу, что там с Сашуяшей произошло. Возможно, конечно, произошло так, как пишет человек там в чате, что просто выложил случайно не тот слот и через атаку, там, например, хотел добить там свою веточку или ТП, а добил Сашуяшу. Может быть и так, может это случайно вышло так. Я не берусь утверждать ничего. Не знаю, я не видел, не заметил. Так, первую сторону ребят снесли, вторую сторону, ну, кто им тут в чем помешает? Тролль Варлорд без Саши Яши вышел на первое место по Нетворцу, имеет 17 тысяч, а добавьте сюда 4-4 за Сашуяшу. И потенциальные деньги, которые могли бы у него быть, то есть, если бы они дальше давили, то есть, Саши Яши сноуболил бы. По-моему, Лина вообще не церемонится. Она просто видит фулового героя, вот просто, она увидела одного фулового героя и разряжает в него Лагуна Блейн. И просто убивает практически любого с одного Лагуна Блейна. Не слабая такая Лина. Нормально, так, сколько она там набила? 23 килограмма, ну, более или менее. О, тут неплохо Акс ворвался, я бы сказал, очень даже нехреново. Новый год, Новый год ЦМка сбивает, ЦМке сбивают свапом, Десвард стоит, стоит и наваривает, и наваливает, и тролль должен выжить, наверное, с ламданком его приговаривают, 698 голды, ну, 700 получают. Более-менее отковыриваются, ребята, ну, блядь, Найт Сталкер хочет объяснить, кто тут главный. Опа, а на дворе это денек, Найт Сталкер развернулся, отвесил две оплевухи, и Бобе еле живой уходит. Зачем этот байбэк? Там же вы, а Найт Сталкер и АА, они что, что они вам там сломают? Я не знаю, что они, забегут вам унитаз сломают? Или забегут вдвоем вот это вот будут сносить, вдвоем против двух живых персонажей. Зачем был байбэк от Вич Доктора? Перепсиховал парень. О, вот есть такая штука. Аганим у Вич Доктора и левел 16. Он, наверное, понял, что деньги ему уже не нужны, он собрал все, что он хотел, в принципе, он собрал все, что ему нужно, но он мог байбэк на другой момент какой-то отложить, потому что я, конечно, тоже что-то не шарю, но мне кажется, байбэк бы ему потом пригодится мог. А где он сейчас накалидует на этот байбэк? Замучается на него фармить. Ну, непонятный, какой-то рейдж байбэк, причем, даже не сразу после смерти. Странно. Очень странно. Очень странно. О, инвокер до сих пор не положил некро 3. До сих пор. 35-я минута, на 25-й минуте у него были первые некрочи, но я выбор этого артефакта вообще не одобряю. Вардец стоит тут-ка. Тут-ка. Вот тут-ка. Вардец стоит тут-ка. Все видит... Да что у меня контрол западает? Все видят обе команды. Вардец, кстати, черрики поставили. Какие они агрессивные. Они просто видят базу противника. Так, как там врубать? Вижен, 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 вижен. пауэрплеи. И что видят челики? Челики, грубо говоря, видят базу противника. А, кстати, вот этот вард, это все-таки от пауэрплеев. Но челики видят здесь все. Так, челики поставили еще тут вард. Они реально видят всю карту. Вот просто все, что им нужно видеть. Молодцы, хорошо ворзят челики. Так вот, отходим, мы вернулись. Видим, что... Все, что видят обе команды. Сталкер тут бегает с Кирасой. У тебя бабла на руках. Дружище. Фурстаффон все купил. О, какой? Да, на уезжать от ультов ЦМК и Вич-Доктора. Нормальное решение. А бы было тихим сапом, что умирал, умирал. Он положился ривер. Потихонечку будет толстеть. Так, себе положил алебарду. Тоже такой толстый, солидный дядя. 2КХП имеет. ВД ясно. ББ делал, ничего у него нету. ЦМК давно была с Фурстаффом. Ллокер я смотрел, у него Некро 2. Тролль! Вот это дядя тролль. Как там, кто на нем играет? Суицид Яр. Потерял там в свое время этот Сенчьяшу. Не растерялся, докубил себе после этого БКБ, Бурезу и Айскаде. Идет по ТОП-1 Нетворца. Просто жесточайший тролль. Аппарат собирает Эулы. Хороший выбор. Даггер, Фурстафф, Мека, Винга, просто супер саппорт. У нее есть все, что нужно. Это отличный набор артефакту. Фурстафф, Аганим Кираса, Найт Сталкер и Лина. Да, купила себе тоже Айскаде. Господи, это Боже мой, Латалина. Опа. Да, здравствуйте, ЦМК. Хороший дезвор ставится. Акс стягивает под этот дезвор. Сейчас тут кабинеты по разваливаю челикам. Это правда был только Айегис, но Акс шикарно стянул двоих и ВД дезвордом просто уничтожил всех. на Исталкер возвращается в драк, может быть, что-то продолжаться. Да, должно продолжаться. Видели вы Лину с 2600 хп? Нормальная такая, в порядке Лина. Но я хочу сказать, что, блин, с такими вот наборами артефактов, такой комбой могут еще и пауэрплей даже дать сдачи. Ну, хотелось бы, чтобы еще был такой комбэк минус 5, потом еще дальше заруба. А говорит, Акс у нас Найт Сталкера уводит под Товер, но вот-вот зачем ему Форстарт выталкивает из себя. Ультаппарата полетел, ай, шикарно, ультаппарата, ультаппарат приговаривает Инвокера, но добирают за Инвокера Найт Сталкера. Лина не имеет Лагуна Блейда. А что тут? А кто тут? Здравствуйте. А тут тролль зашел, развалил просто двоих, остается одних живых Акс, и этого Акса, ну, что Лина делает с Аксом? Кто бы мог подумать, что Лина такая, маг такой, вот так вот будет разваливать, просто с руки наваливать таким жирным керри. Ну, давай, давай, Лина, я хочу посмотреть, с руки наваливаешь. Стан, Dragon Slave, и Лина с руки его убивает. Мне кажется, Лины не хватает, Лине не хватает Супер Баша. Либо Манкинбара, Буриз, ну, что-нибудь такого, чтобы с руки просто наяривать. Да, сильные, сильные ребята уже, ну, ГГ пишут на PowerPlay. Неплохо сыграли PowerPlay, шикарно, весело, круто сыграли Челики. Мы видим, что стратегия агрессии жесткой победила больше, сильнее, чем стратегия два жира и АОЕ прокасты. Спасибо ребятам за игру, приятно было ее покомментировать. Хорошая выдалась игра. PowerPlay давали сдачи после там провала, были кумбэки. Все, значит, в 20-30 у нас следующая игра, через 35 минут возвращайтесь к нам на стрим, придет Макс, мы уже будем стримить вдвоем. Все, побежал я пока тут по своим делам. Через полчасика увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok